Давайте перейдем к работе. Слово доктору исторических наук, директору Института Российской Истории, Российской Академии Наук, Юрию Александровичу Петрову. Пожалуйста, Александр Александрович. Спасибо, глубоко уважаемый Владимир Владимирович. Прежде всего, от лица членов нашего совета хотел бы поблагодарить вас за то, что вы нашли время для этого заседания, этой встречи, которую мы очень ждали. И несколько слов хотел бы сказать о проблеме современной российской модели, для анализа которой необходимо обращение к историческому прошлому, к опыту наших предков. И вы эту тему уже поставили в своем вступительном слове. Мы все прекрасно знаем, что с момента своего возникновения еще в древности российское государство было уже полиэтничным, получило уникальный позитивный опыт управления страной, населенной множеством различных по языку и культуре народов. Процесс превращения небольшого княжества, московского княжества, в могущественную евразийскую державу, которая раскинулась от Балтики до Тихого океана, этот процесс занял несколько столетий. И сопровождался присоединением к России множества новых территорий, населенных различными этносами. Постепенно складывалась централизованная держава, которая, расширяясь по евроазиатскому континенту, обретала свою идентичность, тот неповторимый генетический код, который отличает нашу страну и на современном этапе. Хотел бы подчеркнуть, что Россию всегда отличало особую роль государства в жизни общества. Лишь при сильной государственной власти страна могла осваивать и сохранять свою территорию, получала возможность успешно обороняться от врагов и развиваться. И не случайно наиболее благоприятные периоды в нашей истории совпадали с усилением государственных структур, а их ослабление, напротив, приводило к территориальным претензиям со стороны соседей, политическим кризисам и дезорганизации всей жизни в стране, вплоть до угрозы ее распада и потери независимости, как то случалось в моменты революционных кризисов. За рубежом и сегодня существует стремление представлять Россию и до 1917 года, Российскую империю и Советский Союз, преимущественно в роли оккупанта и колонизатора, который якобы эксплуатировал в своих имперских интересах ресурсы национальных регионов и препятствовал развитию государственности и культуры этих народов. Эти русофобские тенденции особенно сильны сейчас в странах Запада, которые по-прежнему выдвигают тезис об извечной агрессивности, якобы извечной агрессивности нашей страны. Однако попытки представить Российскую державу и ее наследника Советский Союз как некую империю зла, которая якобы отличается от других государств какой-то особой повышенной агрессивностью, эти попытки не выдерживают научной критики. Российские историки не приемлютую трактовку политики России по отношению к присоединенным народам как политики колониальной и, соответственно, не считают время их пребывания в составе российской державы колониальным периодом. Новые земли, как правило, присоединялись к России в связи с необходимостью обезопасить себя от вражеских вторжений, стремлением вернуть в себя ранее отторгнутые соседними государствами земли, задачей прорвать экономическую блокаду, отвоевать в себя свободный выход к морям, без которого невозможно нормальное развитие страны. Россия никогда бы не стала не то что мировым, ведущим, но даже просто полноценным самостоятельным государством, если бы не обезопасила свои жизненно важные районы от агрессивных соседей. Словом, Россия не была, конечно, колониальной империей. И в отличие от морских классических империй Запада, отношения между центром и национальными регионами строились у нас на принципиально иной основе, нежели отношения между митрополией и колониями. Важнейшей особенностью Российской империи являлось положение государствообразующего этноса. Я подчеркну, что русские не имели каких-либо преимущественных прав перед другими народами. И в стране господствовала атмосфера национальной религиозной терпимости. Эта атмосфера складывалась и благодаря гибкой политике правительства, но также и менталитету русского народа. Многие наблюдатели, в том числе и иностранные, отмечали, что русские в массе своей были чужды национального высокомерия и кичливости, свойственным западным нациям. Опыт мировой истории показал, что одним из существенных признаков ведущих мировых держав является их полиэтничность. И этот опыт дал многочисленные примеры противостояния и даже столкновения разных этнических групп. Но он в то же время показал и возможность адаптации национальных образований, их взаимодействия и конструктивного сотрудничества. Во многом этот позитивный опыт основан на материале истории нашей российской державы. Напомню только, что ряд народов, таких как Малороссия, Грузия, Казахстан, они добровольно вошли в состав российской державы по договорам. И фактически это означало, что народы этих стран, этих регионов были спасены от истребления в одной случае поляками, в другой персами, в третьей джурдженами. Одним словом, эти народы, благодаря вхождению в состав российской державы, были спасены. И, кроме того, у абсолютного большинства этносов, вошедших в состав нашего государства, наблюдалось не сокращение деградации, а напротив, рост численности и ускорение экономического и культурного развития. И при всех различиях наших народов между собой, в России известны лишь единичные случаи сепаратических выступлений. Их практически не было, если не считать периоды революционных кризисов. В нашем государстве сложилась особая система отношений центра и национальных окраин. Этой системе были присущи алгоритмы взаимной адаптации множества народов и друг к другу, и государству в целом. Российское государство, одним словом, было не пресловутой тюрьмой народов, а фактором, эти народы объединяющим и сохраняющим. Поэтому и сегодня основой многонационального российского народа служит наша многовековая история совместного жительства народов в рамках одного государства, цивилизаторской функции русских в этом процессе. Современная модель государственной национальной политики, российская модель, хотел бы подчеркнуть, она опирается на исторический опыт российского государства и обеспечивает нашей стране моральное лидерство в сравнении с западными моделями плавильного котла или мультикультурализма, которые переживают глубокий структурный кризис. Россия это, в общем, образец национальной политики, а наша модель межнациональных отношений является примером для всего мира. Россия, повторю, не американский плавильный котел, который уничтожает уникальность народов. Она и не империя, несущая цивилизацию, как мнила себя всегда Британия, где уважение к народам всегда оставалось чисто декларативным. Россия это страна, где все свои и все друг другу помогут, какими бы разными мы ни были. Поэтому важнейшей задачей национальной политики нашего государства остается защита традиционных духовно-нравственных ценностей, ценности русского мира, сохранение культурного и языкового многообразия народов нашей страны. Конечно же, насущной задачей научного сообщества, особенно важной на современном этапе является противодействие фальсификации истории народов страны России. Фальсификация, которая особенно оживилась в последнее время в связи с специальной военной операцией. И цель которой вполне очевидна для нас, для всех. Это стремление вбить клин в единство народов Российской Федерации. И, конечно же, многонациональный характер России это залог силы нашей страны. Вот последние данные 22-го года опроса в ЦИОБа показывают, что большинство россиян, около 70% убеждены, что факт того, что Россия является страной многонациональной, делает ее сильнее. И только 4% придерживаются обратной точки зрения. Гармония межнациональных отношений на сегодняшний день является одним из безусловных факторов консолидации нашего российского общества. Представляется, что важнейшим направлением укрепления этой консолидации и патриотического воспитания молодежи является преподавание российской истории в средней и высшей школе. Несколько слов скажу об этой проблеме. В средней школе эту работу ведет Министерство просвещения. В свое время, по вашему поручению, Владимир Владимирович, была проведена серьезная работа по обновлению курса отечественной истории. И эта работа не заканчивается, она идет постоянно. Но теперь, мне кажется, настал черед и высшей школы. По инициативе Российского исторического общества Миноборнауки значительно увеличило количество часов, выделяемых на изучение истории на неисторических специальностях высших учебных заведений. Что это значит? Это 99,5% всех студентов нашей страны, которые не будут профессиональными историками, но они должны и обязаны знать историю нашей страны. И теперь, независимо от специальности, будь то строитель или медик, все студенты на первом курсе обучения будут изучать историю России не менее 144 академических часов, что вдвое более, чем ранее. И из этих часов 80% будет контактная, то есть живая работа преподавателей со студентами. Мне кажется, что этот шаг более чем оправдован, учитывая значимость истории для формирования молодых людей в общероссийской гражданской идентичности. По определенной содержании этой работы коллегами по Институту Российской истории подготовлен и под эгидой Российского исторического общества, и утвержден Миноборнауке, такой документ, концепция преподавания истории России для неисторических специальностей. В ней предусмотрено изучение как истории и мировой, так и особенно российских регионов. Хотел бы подчеркнуть, что чувство сопричастности к нашей стране, подлинная любовь к родни, как нельзя лучше формируется на основе истории родного края, своего народа. На тех примерах, которые наиболее близки и понятны студентам. Министерство определило, что концепция определяет минимум исторических знаний, которые должен усвоить каждый человек, получающий Россию высшее образование. И с наступающего учебного года преподавание истории в вузах будет вестись уже по этим новым стандартам. Мы будем заниматься этим и дальше по линии Миноборнауки Российского исторического общества. И рассчитываю, Владимир Владимирович, на вашу поддержку. Благодарю вас за внимание. Спасибо. Большое спасибо. Пожалуйста, слово мэру.